за этот созыв, ну и конечно же очень приятно увидеться с нашими журналистами, потому что в условиях поддеви, я уж сегодня так буду достаточно часто обращаться к этому термину, когда мы мало видимся, но тем не менее все равно друг-друг вместе работаем и информируем жителей нашего города о том, что у нас происходит. Ну вот, давайте начнем нашу сегодняшнюю с вами беседу. Начнем. Я постараюсь предпроводить, что было в начале этой пятилетки, да, и к какому результату мы подходим с вами к окончанию срока депутатских полномочий и полномочий администрации. Ну, если говорить о численности, мы с вами видим, что численность нашего города возросла, хоть и ненамного, на 4116 человек, об этом свидетельствует официальная статистика, но тем не менее это рост. Рост, конечно же, сейчас идет в основном за счет миграции, хотя были пару лет, в которые мы говорили о том, что у нас рождаемость, когда была большая рождаемость, она была выше, чем даже смертность. Но тем не менее, то, что люди едут к нам в город, мы говорим о том, что это действительно город удобный, комфортный для жизни, он устраивает приезжих сюда по всем показателям, и экологическим, и житейским, и поэтому люди сюда едут, и нам это очень приятно. Мы и дальше думаем, что темпы прироста в город обязательно будут, поэтому занимаемся для своего развития. Ну, с чего хочется начать, это, конечно же, с самых наших замечательных, это с наших детишек. Все у нас ради детства, потому что это наше будущее. И, конечно же, после рождения, каждая мама сразу встает на очередь, и мы стараемся строить новые, если реконструировать старые наши детские сады. И за пять лет мы видим, что у нас 1264 местных дошкольных учреждений сделано новые. И мы видим, вот здесь на картинках показан, и наш детский сад 68-й, он полностью был отреставрированный, там добавилось еще 85 лет. Мы видим в Юрице совсем недавно с вами присутствовали новые абсолютно детские садики, следующие там закладываются. Мы знаем, что построим детский сад в Коммунаре, мы знаем о том, что сейчас каждый год по президентской программе мы вводим по 200 мест для наших самых маленьких детишек. Это с года до трех, которые у нас стоят на очереди, и очередь у нас в детские сады было 130 человек. И мы, конечно же, сейчас даже в этот год мы перекрываем, в эту очередь у нас будет все хорошо. Но тем не менее мы знаем наши проблемные территории, где мы обязательно должны ввести новые детские сады, и мы продолжаем над этим работать. Куда пойдут потом детишки? Конечно же, в школу. И хочется, чтобы школы были современные, комфортные, и мы этого с вами достигаем. Что у нас, мы знаем, наш долгострой в Юрице, мы его завершили, там шикарный сейчас такой дом, даже можно сказать, дом дружбы, детства, там все кружки, все мероприятия, и не только даже школьные проходят, а и микрорайона Юриевец. Мы построили новую школу на 1200 мест на улице Спиранского, номер 49, и мы с вами все присутствовали на строительстве школы на 1100 мест в коммунале. Но вот эти фотографии, они, когда мы с вами были, если сейчас вы уже поедете, вы уже увидите облицованные фасады, уже началась полностью отделка внутри, и как мы с вами говорили, мы где-то ближе к осени поедем и посмотрим, что уже есть. Все идет в плановом режиме, никаких проблемных вопросов по данному объекту не возникает. Вот школа у нас запланирована с вами на следующий год, 1 сентября 2021 года, наконец-то микрорайон Коммунар обретет эту замечательную школу. Каждой школой, каждый детский садик у нас обязательно уже, это обязательное условие, оборудовано специальными медицинскими кабинетами. Все медицинские кабинеты прошли сертификацию лицензирования. Мы закупили туда новые оборудования, и после того, как кабинеты были лицензированы, мы передали это в департамент здравоохранения области. И они должны были туда обеспечить уже своими сотрудниками в этих детских садах. Также безопасность детей, это наша первейшая задача, поэтому во всех школах установлены системы контроля и доступа. Я уже не говорю о видеокамерах, это уже давно все выполненная история, поэтому мы только наращиваем большее количество и заменяем, модернизируем более устаревшие на более новые видеокамеры. Майские указы президента. Мы каждый год отчитываемся о том, что мы целенаправленно идем по программе и достигаем тех показателей, которые нам поставлены для увеличения заработной платы учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Здесь на цифрах вы видите, сколько за пять лет, насколько повысилась заработная средняя заработная плата данных работников. И это постоянно происходит на контроле у правительства Российской Федерации, на это выделяются всегда дополнительные средства. И если раньше нам было обидно за то, что дошкольное образование, педагоги дошкольного образования, то это за пять лет на 12-30 тысяч рублей, которые у них у нас заработали. Но если говорить о том, что они могут работать и не на ту ставку, соответственно, их зарплата достигает уже более серьезных величий. Конечно же, вот видите, мы с вами находимся в одном из комплексов Патриарша и САР, которые относятся к системе дополнительного образования. Мы с вами находимся на улице, потому что сейчас в условиях таких, ну, это самые безопасные места. Но смотрю, все сидят на положенных расстояниях, все дезинфицированы, прошли в санитарную обработку. Это молодцы. А то есть внутри залы, вы все его прекрасно знаете, на 200 мест конференц-зал, оборудованный тут полностью. И для детей с ограниченными возможностями возможно перемещаться. И в чем еще есть, здесь, как бы, сложность была. Вы посмотрите, при реконструкции Патриаршего сада не изменена ни одна ландшафтная часть. Именно все сохранено в том виде, в котором он был ранее. Единственное, что здесь поменено, это сделаны дорожки, сделаны новые тротуары, сделан фонтан, на котором вы сейчас находитесь. Он работать не будет прямо сейчас, не переживаетесь. Но действительно уникальное такое наше место, где занимаются все наши детишки всего города. И каждый из нас, кто учился в Владимирских школах, он обязательно здесь подходил в практику. Сам лично здесь проходил, и Ольга Александровна, и многие из вас, которые уже знают, подходили эту практику. Это действительно здорово. 34,8 тысяч детишек, они у нас охвачены дополнительным образованием. Это вот и Патриаршие сады. Огромные у нас количество детей принимает дворец, творчество, юных. У нас в каждой школе функционирует 1283 кружка и секции, которые у нас посещают более 20 тысяч наших школьников. В шести школах, это уже несколько лет подряд, есть вот у нас и педагоги-энтузиасты, которые сейчас очень много, на робототехника. И вот именно вот эти вот робопарки, которые созданы такие, они работают в пяти школах и в акции творчества и юных. Ну, а также мы для детишек каждый год устраиваем экскурсии. Вот только этот год у нас, к сожалению, вот так получается. А так у нас ездят по всем городам с Золотого кольца, по другим регионам и, конечно же, по нашей области. Ну, и быстро перелистывается, это не так. Сейчас, минутку, верну назад, вперед. Культура. Ну, все мы гордимся нашими культурными мероприятиями. Мы знаем, как хорошо они проходят в нашем городе, как весело. И, конечно же, самый какой-то грандиозный праздник у нас, это День города. Я пока не знаю, не могу вам ничего сказать по Дню города в этом году, как он будет проходить. Все будет зависеть от экономической ситуации в нашем городе. Но мы по-любому с вами знаем, как проходят людей гордые, масленичные гуляния, с какой любовью наши жители ходят по Рождественской, ярмарки, зимние каникулы. Вишневый спас, скоро начинает святение вишни, или уже отцвела в патриарших садах у нас как? Отцвела уже даже, ясно. Фестивали всевозможные проходят. День пряника замечательного у нас стал традиционным. Ну и, соответственно, культурные мероприятия, музыкальные фестивали, в том числе свеидовские музыкальные фестивали. У нас на укрепление материальной и технической базы за пять лет было направлено 100 миллионов 300 тысяч рублей в рамках национального проекта «Культура». В 2019 году у нас приобретены музыкальные инструменты для наших школ искусств на 19 миллионов 700 тысяч рублей. А также, ну у нас огромные, вот смотрите внизу, правильно написано, полностью согласен с этим слоганом «Наша культура» – это мост, соединяющий славные традиции Владимира с его сегодняшним и завтрашним днем. Вот здесь как раз виден одно из мероприятий. Насколько я понимаю, это День пряника. Пряник вот идет у нас во главе колонны. И, конечно же, детишки выступают на центральной сцене города. Туристы. Мы, так как исторический город, мы всегда говорим о том, чтобы к нам из-за как можно больше приезжал турист. Но что нужно туристу? Туристу ведь нужно, так как музеи у нас исторические части, огромное количество, да? Им нужно еще где-то хорошо поселиться, хорошо покушать. И мы можем гордиться то, что у нас есть 21 объект показа, это музеи выставочных объектов. Это мы когда сравнивали с городами из-за Золотого кольца, у нас в городе Владимир одно из самых больших количеств музеев различной направленности, в том числе и частных. У нас в последнее время особенно поднялось количество хороших кафе и ресторанов. Ну, соответственно, по гостиницам, мне бы хотелось у нас и построено за последние 5 лет 16 объектов, но нам, конечно же, этого маловато. Мы здесь отстаем от нашего города Суздале, куда с удовольствием ездят наши туристы, которые путешествуют по Золотому кольцу. Но это мы обязательно нагоним, обязательно гостиницы хорошие построим. Вот мы видим с вами нашу замечательную старую аптеку, реконструированную, прям большим пользуется популярностью у посетителей города. Это музей Ложки. Я не знаю, я больше не видел ни одного музея в стране, вот много путешествовал, чтобы вот был такой замечательный музей, частный там, энтузиаст, руководитель этого музея. Ну и, конечно же, детский музей Баба Еди. Наверняка в нем все были не по одному разу. Детишки просто, когда туда заходят, у них восторг перекрывает все эмоции, перекрывает все впечатления. Гордимся спортом, гордимся нашими спортсменами. Почему у нас хорошие результаты? Потому что у нас ведется официальная статистика, и мы все видим вот за пять лет. Посмотрите, если раньше почти каждый третий занимался у нас, ну, охвачен физкультурой и спортом, а сейчас у нас эта цифра уже приближается к 50%. Поэтому это супер, это здорово, и спортивные праздники у нас. Я сам, если честно, уже давно соскучился, вот сейчас это разговаривали, разговаривали с Петром. Я говорю, ну, я слушаю Петро, я уже все, уже устал отдыхать, мне скорее хочется на стадион выйти, побегать в футбол. Я думаю, что вот сейчас уже разрешено заниматься на стадионах, поэтому надо входить в спортивную форму. Потому что здоровый образ жизни, в том числе и против любых болячек. Вот мы видим, что у нас в городе функционирует 710 спортивных сооружений, в том числе 5 стадионов. Наш замечательный ледовый комплекс, назвали мы его посоветовавшись жителями город Владимир. Они сами путем голосования определили. У нас 5 школ олимпийского резерва, так у нас 18 детских школ, и в том числе и здесь 9 муниципальных. Также мы оборудуем, уже приближая к домам тренажерные площадки, для того, чтобы если просто жители, выходя из дома, могли поддерживать свое спортивное состояние. Ну вот, это те люди, которыми мы гордимся. Значит, обуязнить Мансыгер. Неоднократный чемпион мира, чемпион Европы, член сборной. То есть, в Союзе тут написано, правда, он мастер спорта международного класса, мне этому присвоили. Он заслуженный мастер спорта и мастер спорта международного класса. Ну, наши великие, великолепные гимнасты, мы видим здесь и на верхней картинке, внизу Николай Купсенков. Действительно, все сборники, ребята прям в отличной спортивной форме находятся. И на сборах сейчас, я знаю, что уехали, и гордин с этими ребятами. По ориентированию Наташи Виноградова-Гемберли, она действительно одна из самых толовных спортсменов в своем виде спорта. И поддерживает здесь эту замечательную спортивную форму. Ну, Ангелина Шкатова, она представляет, она воспитанник встали нашего Владимирского. В Владимирской гимнастике сейчас членом сборной страны по художественной гимнастике. И заканчивал нашу спортивную 14-ю школу. Ну, 14-я школа вообще дает очень хорошие показатели по выпуску наших спортсменов. Ну, вот здесь мы видим, как у нас все спортивные мероприятия, которые проходят фидерального уровня, они у нас проходят на самом высоком уровне. Это и Кросснация, Узния Россия, Оранжевый мяч. Все с удовольствием, с удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях. Третий наш лозунг. Владимир – город чемпионов. Почему мы это достигаем? Это потому, что у нас все хотят заниматься. И вот мы даже сейчас, за последние 5 лет, вот мы посмотрели, 57,5 миллиона рублей, мы выделили только на оборудование, чтобы спортивным инвентарем были обеспечены наши школы. Это все школы Олимпийского ливерезерва и все наши школы, которые занимаются детишками. Молодежь, то есть только вчера здесь прошло великолепное мероприятие. Наверняка все его смотрели. День молодежи. Оно проходило здесь, вот на той площадке. Я сам приходил и сюда смотрел. Действительно, прям наша молодежь креативит по полной программе. И я уже посмотрел, там что-то прям сумасшедшее количество просмотров идет. И сейчас еще будут наверняка просмотры. Потому что действительно было креативно, хорошо, здорово. И молодежь у нас, несмотря на то, что сейчас сдавать, чуть позже будет единый госэкзамен. Студенты сейчас у нас выпускные, и вечера будут в школах и студентах. Тем не менее, двигаемся. У нас функционирует 67 клубов по месту жительства. Хорошо очень идет добровольческое, волонтерское движение. И, конечно же, мероприятия, которые проходят у нас в городе, они проходят тоже на самом высоком уровне. Жилье. Даже говоря сейчас об экономике, мы все равно будем говорить о социальных программах. Потому что у нас за 5 лет улучшили свои женичные условия 793 семьи. Это и молодые семьи, и дети-сироты, и просто семьям, которые стоят в очереди под договором социального найма. И здесь мы надеемся, что мы обязательно продолжим это решение. Потому что правительство сейчас и президент уделяет этому большие внимания. Нам очень хочется, чтобы на реновацию деньги были выделены. И кроме Москвы еще пришла она в наши субъекты. И тогда мы сможем действительно и отрасли поднять. Все, потому что строительные отрасли это самые ведущие, которые вокруг нее формируются огромный кластер малого и среднего бизнеса. Вот многодетные семьи. Вот здесь я не за 5 лет статистику привел вам, а с 2012 года, когда началось выделение земельных участков. Мы уже 894 семьи многодетным выдали эти земельные участки. Из них 382 семьи уже получили разрешение на строительство. Кто-то воспользовался своим правом, продал данный земельный участок. Это подразумевается и президент проекта ГРА. Но наша задача не просто выдать земельные участки, наша задача подвести к ним еще инфраструктуру. Вот мы за 5 лет на сумму более 300 миллионов рублей выполнили и подвели газовые сети водопроводства на экзамене дороги. Программа продолжается, потому что никто с нас не снимает этих задач. И мы продолжаем. У нас есть сейчас самый большой для развития района. Это у него сельцо. На эту сторону сейчас и электричество подводим, и газ. Вместе с «Газпромом» мы говорили о программе, чтобы туда залили дополнительный газ. Потому что все-таки заканчивается с диаметром трубы. Там нужно увеличивать и подтягивать газовые сети. И с «Газпромом» такое соглашение достигнуто. «Город Владимир» за 5 лет ввел более миллиона квадратных метров жилья. Это очень хороший результат. И мы видим, что не просто строим дома, но и модернизируем, и конструируем старые. Вот капремонт в тех жилых домах, которые были до этого построены, потрачено 1,239,000,000,000 рублей. И с каждым годом эта сумма будет увеличиваться. Делаются крыши, сделано огромное количество лифтов, сделаны внутренние коммуникации, фасады домов. Ну, вы все видите, да, это в принципе, это сказывается в том числе, даже когда фасады делают, это было бы устройство на облике города. Не забываем о дворах. Дворовые территории. Приступает каждый год все больше и больше заявок на то, чтобы их территории модернизировали, сделали новый асквальд, сделали детские спортивные площадки. И, конечно же, это очень важная вещь. К сожалению, хочется, чтобы денег туда по федеральной программе добавляли все больше и больше и больше. Но, тем не менее, мы стараемся людям объяснять, что если мы не попали в этом году, обязательно попадете в последующие годы. Самые плохие дворы мы практически уже много-много сделали. Сейчас у нас все равно же разрушается дворовое покрытие. Но много еще и домов, к которым мы еще не приступали. Наша задача – сделать все до одного двора. Знаете, меня как-то спросили, какое место в городе, которое реконструировали, является моим самым любимым. Я, долго думая, не смог найти ответа по причине того, что, знаете, каждое место, оно имеет свою особенность, каждое место со своей какой-то изюминкой. И влюбляться можно в каждое место. Самое главное, чтобы мы делали и делаем вместе с нашими депутатами, коллегами. Для чего? Для того, чтобы туда входили наши жители, туда входили гости нашего города. Все, каждый, кто приедет в наш город, говорил о том, что это самый лучший город на земле. Влюблялись в город Владимир и оставались, приезжали сюда жить. Здесь мы видим нашу улицу Георгиевскую. Кто помнит, с чего это начиналось, сейчас, чтобы не пересказывать, вы знаете, да? Помните, как у нас было вот здесь наверху, что было за место. Чуть не построили жилой дом, из-за которого начало уже осыпаться. Это было еще, знаете, во времена еще губернатора. Я даже не знаю, знаете, про меня уже можно говорить. Там был при Виноградове, там был при Орловой, был при Сипягине. И тогда еще было Николай Владимирович. И тогда действительно собирались и решали для того, чтобы вот этого постройки этого дома не было. Убрали сейчас там действительно замечательное пространство. У храма тогда крещина пошла. Не у храма, а у подпорной стены. Ну и действительно там сейчас это место заиграло. Мы видим, да, улицу Георгиевскую, которая дальше с выходом на Большую Московскую. Ну вот гуляешь по нему и чувствуешь, что действительно жизнь прожита не зря. Парк полностью мы с вами за несколько метров. Там деньги были сто процентов на городские. Реконструировали, поставили новые аттракционы. Ну и то сейчас вот мне пришло последний раз письмо о том, а почему там нет машинок. То есть надо больше насыщать детскими аттракционами. Хотя там сейчас это все работает, все хорошо. Аттракционов, видимо, не хватает. Ну раз люди пишут. Значит будем еще дорабатывать и совершенствовать. Наши замечательные скверы. Великий гимнаст, великий почетный гражданин города и области. Николай Ефимович Ханарианов. То, что сделали, благоустроили это место, сквер возле дома, в котором он жил. Это действительно там постоянно приходят люди, спортсмены. И ему нам благодарны за то, что действительно восстановили эту историческую память. Замечательное место получилось в нашем городском дворце культуры. На улице Горького дважды повезло. Еще улица 850-летия полностью расцвела, когда мы сделали с вами эту огромную аллею, которая идет от университета и практически до проходного тракторного завода. Еще один наш великий человек, который жил в нашем городе, тоже здесь, недалеко от этого места. Это Левитан. Ну, на самом деле, Илья Борисовича Левитан – это голос истории, это наша легенда, наш земляк, которым мы гордимся. Ну, конечно же, спортивный сквер. Мы уже говорили о том, что он сейчас набирает обороты. Сейчас, я думаю, все откроется. И здесь, хотя там постоянно, все равно, детишки из блестежащих домов, из техникума, который есть, он постоянно забит и постоянно там кто-то играет. Ну, прошлый год для всех познаменовался тем, что мы сделали два замечательных места. Одно из них – это сквер наш на улице Чайковского. И теперь никто не спрашивает, что там за памятник, потому что там стоит пианино. И все уже понимают. И даже когда бабушка с ребенком подходят, они рассказывают о нашем замечательном композиторе. А это оргтруд. Оргтруд, ну, там все уже сделано в оргтруде, чтобы люди себя не чувствовали, что они где-то на краю города Владимира. Мы постарались там сделать. Но здесь, знаете, фотография просто приходит на ум еще, где Юрий Ильич Ленин. Было обращение о том, что когда мы реконструировали вот этот сквер, он рядом с этими площадками, с администрацией, было сказано, давайте уберем памятник Ленин. Ну, там, знаете, не согласился ни я, ни жители, ни депутаты наши сказали, нельзя. Историю переписывать никогда нельзя. То есть, если поставили памятник Владимиру Ильичу, значит, ну, это нужно. То есть, и эта история также, и пускай, вот будет мы его каждый год смотрим, обновляем, там, подкрашиваем постамент, чтобы там все было хорошо и красиво. Если говорить о Соловиных прудах, наверняка все узнали, да, это такое замечательное место. Я помню просто, когда мы туда пришли, там общественность собралась, и говорят, посмотрите на наш пруд, вам не стыдно, что здесь происходит. Но, действительно, туда прилетают всегда утки, там, такая экологически хорошая обстановка. Начали с того, что выгребли весь Иль, который находился внизу, и забивал источники. И посмотрите, какое замечательное место. Вот, и цвести перестал пруд. Вот, я знаю, что он не тёлкин, а Алексей, он регулярно там плавает и собирает. То, что за зиму набросали, убирает. Там вот этот домик, это он, по-моему, запускал, да? Правильно? И рыбу запускал. Ну, вот видите, да, действительно, замечательное пространство. И жители, общественники там постоянно... Это вот то, что второе место, которое мы сделали в прошлом году. Сейчас там просто огромное количество жителей, когда приезжаешь, разговариваешь, все благодарят, действительно, за хорошее место. Его надо поддерживать постоянно, мы следим, чтобы там и убирались, и хорошо было. Потому что детишки на этих кораблях, что на сквере Чайковского, что здесь, они просто облепливают полностью. Радости нет границ. Очень хорошее оборудование. Ну, вот мы видим сейчас это, если вы сейчас не сидели, можно было бы включить, и вы бы увидели фонтаны. Ну, это, кстати, можно еще там, сюрприз вам приготовленный сделать. Вот видите, это наши патриаршие сады тоже. Дороги. Знаете, только ленивый в России у нас не говорит о дорогах, да? И поэтому мы на это обращаем очень много внимания, и филиальных денег много было привлечено за эти пять лет. И были переделаны у нас два путепровода, вы знаете, полностью, да, путепровод на Октябрьском проспекте. Он полностью был снесен, переделан там полностью. И была реконструкция проведена на Дуброве, путепровод, который у нас ведет через железную дорогу. Вот здесь, кстати, видно как раз, вот видите, разбирали вот этот вот мост, сносили там эти стойки все делали, переделывали полностью. И какой сейчас путепровод он с расширением до шести полос, с перспективой развития города на дальнейшие несколько лет. Замечательно получился. У нас Лыбецкая магистраль. Я знаете, я сейчас скорее жду, когда у нас выделят деньги на арпенский проезд. Потому что когда я ходил по Лыбецкой магистрали, я ходил в день туда-обратно по несколько раз, я похудел и был гораздо стройнее, чем сейчас в условиях пандемии. Поэтому дороги наши. Вот посмотрите, о какой внушительной сумме идет речь о том, что отремонтированы благоустроенные дороги. У нас на миллиард, вернее 1 миллион 362 тысячи квадратных метров на сумму 1 миллиард 258 миллионов рублей. И действительно мы видим, что очень много дорог, а сейчас абсолютно новая программа. И федеральные власти нам на англомерацию выделяют по каждый год по 200 миллионов рублей. И мы добавляем туда свои 50-60 миллионов. И по этой программе мы ремонтируем и еще в следующие годы доведемся, продолжать будем этот ремонт. Освещение. Вы видите, как качественно изменилось освещение у нас после того, как мы заключили энергосервисные контракты. У нас установлено 14 647 светильников и сейчас еще разыгрывается последний контракт. Где-то у нас еще остались желтые лампочки. Сейчас мы перевели на энергосберегающую лампу, еще переведем 3 тысячи в этом году. Мы не вкладываем туда денег, это все идет по энергосервису. И даже вот здесь написано 226 миллионов. То есть это вкладывает тот, кто выигрывает. И потом в течение этого количества лет город платежами, которые у нас и так запланированы на освещение, на то, что мы платим за использование освещения. Мы это рассчитываемся. У нас первый энергосервисный контракт закончится, я думаю, через полтора года. И тогда у нас что мы достигли с вами? Экономия более 50%, а это порядка 40 миллионов в год. Это уже экономия, потому что сейчас мы платим в районе 80 миллионов за потребление электроэнергии. И, соответственно, освещенность увеличилась. Освещенность увеличивается на 10-20%. Хотя показатели показывают, что и больше там освещенность может. Ну и вы видите, что качество освещения стало совсем другое в городе. Транспорт. Так как все-таки у нас за последнее время, вы видите, по цифрам практически даже больше, чем в два раза, увеличилось количество социальных маршрутов. Вообще, было бы желание большое вообще все перевести маршруты социальными. Но для этого мы к этому плавно подходим, для того, чтобы у нас действительно транспорт был хороший, безопасный и качественный. Вереканий было много. Но тем не менее, мы каждый раз реагировали на то, что нам говорили жители, старались все это исправлять. Подошли к этому на экологически чистые автобусы, которые переведены на газ. У нас в городе их функционирует 114 на газомоторном топливе. И пошли уже инфраструктуру транспортную доделки. То есть у нас установлено 50 таких сейчас табло, которые показывают через Яндекс.Транспорт, Владимир, через сколько подойдет автобус или троллейбус. И в этом году у нас еще будет установлено 50 таких табло. То есть мы не останавливаемся на том, что есть. У нас стала внедрена сейчас услуга безналичной оплаты в общественном транспорте. Это на самом деле очень такая хорошая вещь. Она позволяет, первое, отслеживать пассажиропоток. И второе, самое главное, мы же оплачиваем перевозчикам за перевезенных социальных льготников. Вот эта информация, она уже 100% качественна по транзакции. Там уже качественное, вернее, правильное расходование финансовых средств. Там уже не по тем показателям, которые перевозчик дает, а именно уже по показаниям именно приложенных карточек. Поэтому здесь еще и бюджетные траты у нас уменьшаются. Остановочные комплексы. Оборудование 104 новых остановочных площадок. И мы продолжаем совершенствовать. Когда устаревают старые остановочные площадки, мы их меняем на новые. А эта работа у нас продолжается. Ну вот, подошли мы с вами уже к экономическому сектору. И здесь я хотел бы обратить внимание на объем инвестиций. Объем инвестиций у нас уже приближается к 100 миллиардам. За прошлый год он составил, за пять лет, вернее, это показатель в год, 93,4 миллиарда рублей оборот, которые там проходят инвестиции. И показатель на расчете на одного жителя у нас поднялся с 33 тысяч на одного человека с 2015 года до 43 тысяч на сегодняшний момент. Конечно же, основное это то, что создаются рабочие места. У нас таких рабочих мест созданных за пять лет 898. Я не знаю, является ли это рекламой Яндекса. Когда я посещал дата-центр Яндекс, действительно уникальная система, уникальные оборудования есть. И, конечно же, это поступление наших налогов. Вот мы видим, что успешно развивается Яндекс.Центр, это Мукамол, наш любимый, Владимирский центр обработки, механической обработки. Это вакуумные насосы. Они с одних самых первых приступили к модернизации. Вторая линия у нас дисперсионных, полимерных дисперсий на акрилане есть. На Тачмаше, потому что Тачмаше с переводом одного из производств, сбор ковров, там освободились с производственной площади. Соответственно, сразу же их заняли производство корпусной мебели, которая сейчас идет очень хорошими темпами. Завод Биатум, который по производству строительных материалов на основе битумных вяжущих сделан в Юревце. Ну, это наш замечательный хлебокомбинат. Он развивает каждый год что-то новое, какие-то новые продукции, новые линии. Я честно вам скажу, я приверженец нашего Владимирского хлеба. И когда покупаю, прихожу в магазин, я беру только Владимирский, нашего Владимирского хлебокомбината. Успешно развивающиеся предприятия. Это Стародорские колбасы, мясная галерея, все знают. Производство у нас полимерной упаковки, граня пекиджа, модернизация. У нас здесь хорошие линии поставлены, новые на молочном комбинате Владимирский. Много предприятий, которые раньше чуть-чуть пробуксовывали, сейчас обратно набирают те обороты, которые мы хотели бы от них видеть. К ним относятся и химзавод, и птицфабрика, автоприбор, технофильтр, ну и другие предприятия. Ну и вот закончить свое все-таки выступление. Перед тем, как ответить на ваши вопросы, хотелось бы тем, что действительно город, посмотрите, у нас замечательный, советущий. И мы говорим о том, что это город, где хочется жить и работать. Я готов ответить на любые вопросы, которые вы мне зададите. Микрофон вам будут подавать, чтобы вы... Я не представляю. Да. Андрей Станиславович, у меня как бы вопрос. Депутат нашего городского совета. Замечательное, красивое. Спасибо. Андрей Станиславович, огромным достижением вот в этом году стала у нас реновация парка Добросельский. Жители Доброго очень давно ждали. Я как депутат просто всегда родила за парк Добросельский. В этом году, в сентябре, заканчивается первый этап. Не станет ли это долгостроем? Потому что, как мы знаем, привлечены сейчас средства федеральные и наши городские. Не будет ли это долгостроем? Задают вопросы жители микрорайона Доброва. Ну, Екатерин, мы недавно с вами вместе посещали, смотрели, как началось строительство. И в этом году мы более 100 миллионов рублей вкладываем в строительство парка. Общая смертная стоимость данного парка превышает 300 тысяч рублей. Я думаю, мы должны за три года, если нам... Мы бы могли сделать и за два года, да? Вы же знаете, да? Обращался я с этим губернатором нашей области. Но, к сожалению, мы не получили оттуда ответа. Останавливаться нам просто было нельзя. Поэтому нам, мы по-любому, если сами, то должны делать это три года. Если губернатор и область включатся, мы, конечно, сделаем гораздо быстрее. Но очень правильно, что вы вместе с общественниками занимаетесь контролем. У нас каждый парк и сквер, который происходит, все равно выходят наши общественники, которые смотрят, чтобы там не струбили лишних деревьев. Если на месте, где срубят, вернее, вместо этого должно быть высажено новое дерево, чтобы там экологическая ситуация наша, зелень не страдала. Поэтому нет, конечно же, мы его не будем. Никаким долгостроем он не будет. И мы в следующий год тоже будем заниматься его реконструкцией. Светлана Феатовна. Андрей Станиславович, в первую очередь, я, наверное, представлюсь, Светлану Мантушу и общественную палату, в Водительской области. Директор детского садика, куда входили у меня дети. Андрей Станиславович, вот, я хочу, во-первых, поблагодарить за такой обширный, очень емкий, затрунувший все сферы и развития, и перспективы нашего замечательного города Владимира. И место сегодня выбрано волшебное. И в продолжение вот этой темы, зеленых, так как, таких нужных очень для жителей нашего города Зон, я хотела бы задать вопрос о судьбе ближайшей парка «Дружба» в Юго-Западном районе. Потому что, действительно, эта тема очень актуальна и волнует жителей всего Ленинского района в целом. В последнее время уходят упорные разговоры о том, что поля, близлежащие к парку, будут отданы поджилой застройкой. Неужели мы действительно увидим многоэтажку, и там вырастет очередной жилой комплекс? Местик, который любят люди, дети, жители. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Да, действительно, сейчас очень много ходит разговоров вокруг этой темы. Но, Светлана Федоровна, могу вам сказать, я хочу, чтобы вы донесли до всех жителей данного микрорайона встречи, которые у вас там проходят. Пока я глава администрации, ни одного жилого дома там на месте, где Лесопарково, рядом с Лесопарковой зоной, про которую все говорят, не будет построено. Это, ну, я не знаю, это просто инсинуации. Ну, не знаю, кто-то хочет чего-то попиариться, кому-то что-то хочется сказать. Ну, вот, это все грустно. Никаких жилых домов, я вам обещаю, там не будет. Более того, надо рассмотреть эту территорию, чтобы она была именно парковой, чтобы там именно были, если там, собственно, ты хочешь что-то сделать, чтобы оно было именно, ну, как парк. То есть то, что именно, возможно, в парковой зоне. Андрейский славец, здравствуйте. Александр Закайев, Крыльинский район. У меня вопрос касаемый автобуса номер 27, а именно, в свое время было установлено ограждение на Т-77, из-за чего одна остановка была ликвидирована, ну, точнее, она стала недействовательной. Вы знаете, по году я этим вопросом занимаюсь, мы собирали жителей, собирали подписи, выходила уже комиссия, смотрела технические возможности переноса маршрута на дубль от Кварстопчина. И у меня такой вопрос, когда, наконец, мы сможем путить автобус номер 27 по приступенному дорогу. Да. На самом деле, правильно, Александр, говорите, что полгода мы бьемся и пытаемся там нам... То... Машины мешают. Мы не можем никак согласовать с ГИБДД вот эти остановочные комплексы, которые пройдут по дороге дублеров. Но я уже сказал, что на этой неделе мы проведем комиссию, которая по безопасности дорожного движения. Я надеюсь, что на этой неделе будет принято решение и моментально туда запустим автобусы, потому что жители и вас, и меня уже спрашивают про это давно. Я беру прямо этот вопрос на контроль, и я надеюсь, что мы на этой неделе его должны разрешить, чтобы у людей 27 маршрут пошел по виде изменений. Там абсолютно правильно, неудобно стало с тех пор, как поставили ограждение, там люди вроде езжали до конечной остановки, они сейчас вынуждены идти пешком. То есть, ну, это достаточно приличное расстояние, особенно для пожилых людей. На этой неделе, я думаю, мы поставим точку в этом вопросе. Да? Ну, Николай Толбухин. Не ли кто там? Андрей Смиславович, я знаю, что огромная работа за последние пять лет родина по достижению безопасности дорогов нашего города. Эта работа продолжается и не ведется. Но я бы хотел ваше внимание обратить на пешеходный переход на улице Нижего-Доброва. Я недавно постановил матч. Вот если можно, было бы здорово, если бы там можно было восстановить светофорный ангел с тропой. Да, на самом деле несчастный случай там произошел. И мы сейчас много уже сделали пешеходных переходов и на которые нам говорили, что недостаточно освещения подсветили. Но тот пешеходный место, оно особенное. И мы уже готовимся. Я думаю, мы на этой неделе, наверное, с вами съездим туда, вызовем туда все наши службы. Я уже дал им команду для того, чтобы они готовились и согласование соответствующее провели. И мы максимально быстро там обязательно установим пешеходный переход кнопочный. И там у нас еще есть несколько мест, которые мы должны посетить и сделать. В этом есть ряд предписаний. Мы всегда смотрим на аварийность на этих участках. К сожалению, постфактум уже хотелось бы, чтобы это было раньше, чтобы никто не страдал. Дарис Муслович, в продолжении темы об общественных пространствах хотел задать следующее. Ну, наверное, это не столько вопрос, сколько больше предложений, наверное. Будет с вами в течение интерес сделали много общественных пространств. И сейчас звучали вопросы по парке Леву, о чем мы говорим по-россельскому. Это крупные городские общественные пространства, в которых сосредотачивается большое количество людей из митрорайона. Предложение. Буквально весной этого года я писал письмо в администрации города Владимиран относительно организации общественного пространства более локального непосредственно в самом микрорайоне, внутри микрорайона, где люди находятся каждый день и постоянно, потому что в парах они ходят выходные или какие-то такие города. А каждый день они находятся вокруг своего дома, ходят в соседние магазины, вот рядом находятся и есть такое предложение в дальнейшем работу сфокусируется в том числе и на этом направлении, чтобы у нас общественные пространства были не только такие крупные городские, но и более лояльные, я их называю, мини-скверами для себя, потому что мне от лица городской администрации ответили, что то пространство, о котором я говорил, а это непосредственно около домов тракторные 9 и 11, там есть муниципальная территория, которую неплохо было бы организовать для данного микрорайона в качестве общественного пространства, его площади не хватает, должна быть площадь более 0,5 га по статусу сквера, вот, тем не менее, есть такое предложение, в дальнейшем осмотреть именно такие более локальные территории, которые находятся внутри микрорайона, где люди находятся каждый день. Спасибо. На самом деле предложение правильное, мы уже работаем, и я всегда говорил это, вместе с вами, с депутатами, мы должны находить эти общественные пространства большие и ставить уже туда хорошие комплексы, чтобы они были, кто-то может до Астрея Чайковского дойти, а кому-то с детьми хочется поиграть во дворе, и там абсолютно верно, я думаю, мы даже в этом году начнем, несмотря на сложности с бюджетом, все равно это наши жители, и мы сможем часть реализовать этих вещей, для того, чтобы действительно жители, ведь самое главное начать, да? То есть начали, процесс пошел, дальше уже останавливать нельзя, поэтому обязательно начнем, а потом мы будем в следующем созыве продолжим. Здравствуйте, меня зовут Грин Вазюмель, я житель города. Подскажите, пожалуйста, положен начал строительства на дороге на улице Скиранского. Мы все ее очень ждем, потому что она просто перспективит транспорт, а про транспорт скажите, какие еще будут строительства на улице западной губернии, чтобы влиять на ситуацию дорожную? На самом деле транспортный вопрос, всегда Владимир стоит на первом месте, это пешеходное транспортное сообщение, когда приобретает квартиру, кто-то иногда надо добраться. И мы сейчас на самом деле давнишний вопрос, который по улице Скиранского, он сдвинулся. Мы сколько писали, чтобы нам выделили на это деньги, почему-то тормозилось. И так как у нас сейчас часть налога транспорта перешла в нашу муниципальную казну, первое, что мы начали делать, это как раз улица Скиранского. Хотя дороги там никогда не было, но мы именно спроектировали для того, чтобы действительно разгрузить. Потому что у нас там выезд только через Нижний Дуброво, через верхний Дуброво, вернее, на проспект Ленина. Сейчас, соединив вот это направление, мы уже сможем привлечь улицу Чапарева. Одно из следующих у нас проектируется, это связка Нижний Дуброво с улицей Виктора Левитара. И сейчас уже в ближайшее время на выходе будет проект, который мы тоже уже посмотрим вместе с жителями и определим, каким образом куда выходит. Чем больше будет таких выездов, которые будут между собой соединены, тем и так и поток распределится. Соответственно, нагрузка будет уже меньше. Ревны они такие достаточно хорошие магистральные улицы будут. Действительно, ну и надеемся, конечно, на Аркенский проезд, который действительно сейчас запроектирован это уже в доброе туда выходит. А если по-другому смотреть, то, конечно, там вот на Юго-Западе первые два варианта, два вопроса из Тиранского и выезд на улицу Виктора Вьетана. Спасибо. Андрей Станиславович, в последние годы в микрорайоне Камамара достаточно активно ведется увеличенное строительство, что требует соответствующих пространствах. Как Вы сказали, за последние годы было сделано много, в 16-м году открыли новый корпус детского сада. В сентябре 2021 года мы зрителями ждем открытия новой школы, но тем не менее все равно окончательно вопрос с местами в детских садах в микрорайоне Камамара еще не разрешен. Покажите, пожалуйста, есть ли администрации какие-то планы, чтобы этот вопрос окончательно решить? Один из точек, где у нас есть очередь, это, конечно, микрорайон Камуна. Несмотря на то, что там мы за последнее время открыли детский садик, но уже интенсивно растет строительство, поэтому он застройщик. Сейчас уже документы находятся, наверное, сегодня-завтра забьем из кадастра, и он передает нам земельный участок 50 соток, но в этом году запроектируем, и в следующем году рядом с центральным входом в школу, там, где дорога, а он чуть дальше находится, будет построен еще один детский садик, полноценный детский садик, и там очередь в Камунаре уже ликвидируется. И еще у нас там есть, мы сейчас расселяем все-таки по обязательствам застройщиков бараки, которые там находятся, и на этом месте у нас запроектирован еще один детский садик, для дальнейшего развития именно медведь района Камунара. Спасибо большое. Добрый день. Станисий Евгений, житель города Владимир. У меня был вопрос по нашему здравоохранению. Андрей Смиславович, скажите, пожалуйста, а вдруг будет продолжаться бардак в нашем здравоохранении в этой личной жизни? Ведь невозможно попасть в кусты специалистов. Федераторы и педагогской помощи работают на пределе. Скажите, пожалуйста. Для начала я хочу сказать все-таки спасибо нашим врачам, которые действительно в ценой многие в своей жизни сейчас в этих сложных условиях работают, работают, и люди, покладная сил, они это делают. о том, что бардак в здравоохранении сто процентов с вами согласен. Он на самом деле идет не от наших врачей, они добросовестно исполняют свою работу. Он, к сожалению, нет организационной части в этом. Хорошо. А почему бы городу не взять под контроль перечень землого здравоохранения и перевести под свое управление города. Весь с вами все прекрасно понимают, что областные власти делают акцент на областные больницы, тем самым лишая от нас, горожан, первичной оперативной помощи от первичного звена. Если разделить структуру управления здравоохранением например, на город и область, тем будет проще организовать весь процесс и контроль обеспечения помощи нашим жителям. Да, Евгений, ну вот, знаете, если все внимательно смотрели, я согласен с вами, сто процентов в этом вопросе, если внимательно смотрели презентацию, мы сделали во всех школах и детских садах медкабинеты, лицензировали их, но, к сожалению, врачей там нет. Если бы, вот я всегда говорил, сейчас в последнее время это очень много муссируется, и у нас на госсовете Ольга Александровна знает, сколько раз поднимался вопрос, мы все помним городское здравоохранение 2005 год, когда мы его передавали, да, со слезами на глазах, мы не думали, что будет так, потому что все могли прийти, любой мог прийти, в горздрав, пожаловаться, посмотреть, если где-то что-то не было, и всегда он находил там поддержку. К сожалению, сейчас, ну, такого нету, поэтому вот сто процентов я думаю, что нужно выходить с такой законодательной инициативой. Вообще, знаете что, у меня такое предложение, а надо спросить у наших жителей, может быть, мы с вами рассуждаем, а жители скажут, да нам и так все хорошо, давайте спросим, проведите опрос, вот здесь вот городской совет, депутаты наши, проведите опрос, что хотят жители, и потом нам нужно тогда будет обратиться уже через законодательное собрание с Владимира Николаевича Киселев, он в Совете законодателей Российской Федерации, поэтому я думаю, он найдет отклик это, и мы тогда уже опираясь на мнение жителей, будем знать, что нам необходимо делать. Спасибо, Андрей. Коллеги, если вопросов больше нет, тогда всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо.